Всем добра! Меня зовут Николай, снова программная аудиокоммутация, снова выводим звук из вашей DW-VBS в ASIO-среде и снова вспоминаем плагин Reastream. Я уже несколько раз упоминал его в предыдущих видео, но, как оказалось, недостаточно подробно. На этот раз максимально подробно разберем его установку, настройку и процесс использования. Ролик будет полезен всем, кто в прошлый раз не справился с ASIO-линк, и особенно полезно будет тем, у кого появляются аудио-артефакты, щелчки, потрескивания или другая подобная нехорошая дичь. Поехали! Первым делом разберем начальные условия для применения метода. У вас уже должен быть установлен родной ASIO-драйвер от вашей звуковой карты, самой свежей версии, и нормальный драйвер от производителя, а не ASIO for all. Хотя, если у вас с ним все работает, вы счастливчик и можете написать об этом в комментариях. В карту, естественно, должны быть подключены наушники, а не колонки, чтобы ничего не заводилось, микрофон и все, что еще вам будет нужно. Гитара, например. Естественно, все это нужно подключать в одну и ту же аудиокарту. Не в разные. Ни USB-микрофоны, ни встроенная аудиокарта при подключении ваших устройств использоваться не должны. К сожалению, Windows не умеет нормально работать в ASIO среде более чем с одним аудиоустройством. Есть, конечно, ASIO for all, но, к сожалению, он всегда снижает стабильность и увеличивает задержку, поэтому я крайне не рекомендую его использовать. Также, естественно, у вас уже должны быть установлены OBS и ваша DAW. Желательно тоже последних версий. И обязательно все приложения должны быть 64-битными. Есть редкие кейсы, когда способ не работает именно из-за разницы в разрядности приложений. Дальше проверим, что наша аудиокарта используется в качестве устройства по умолчанию в Windows. Как для воспроизведения, так и для записи. В настройки аудио можно зайти через панель управления, но я предпочитаю быстрый путь – создать ярлык на рабочем столе. Здесь же проверяем, что частота дискретизации на всех устройствах одинакова. В моем случае это 48 кГц, чего и вам советую, потому что так стабильнее. Эта же частота должна быть установлена в настройках драйвера, в настройках OBS, в настройках вашей DAW и в настройках любого другого приложения, которое вы собираетесь использовать. Например, AIM. И вот только когда вы проверили все, что я описал выше, можете приступать к установке. Ставить будем пакет плагинов RIA Plugins и приложение ACO Link. Если у вас уже что-то из этого установлено, полностью удалите перед установкой. Удалять любые приложения я рекомендую через Uninstall Tool, где найти и как поставить, ищите в интернете. Находим здесь ACO Link, двойной клик, ставим галки для удаления пользовательских настроек, удаляем, соглашаемся, читаем, что компьютер надо перезагружать, и соглашаемся на удаление остаточных файлов. То же самое повторяем для RIA Plugins. Напомню, это только если они уже были установлены. Теперь непосредственно установка. Про установку ACO Link есть отдельное подробное видео, и лучше посмотреть его, прежде чем продолжить, но ссылка на скачивание есть и в описании данного ролика. Я пока его установлю, выберу 16 стереоустройств, корректно пропатчу, и закрою все лишние приложения. Теперь запускаем ACO Link Pro Tool, не запуская ACO движок. То есть не нажимаем пока кнопку Start ACO. Использовать непосредственно ACO Link мы не будем, нам от него пока понадобится только виртуальное устройство ввода. Поэтому мы сразу проверим, чтобы он не стартовал автоматически вместе с Windows. И обязательно отключим опцию автоматической установки аудиоустройств по умолчанию. А заодно здесь тоже установим частоту дискретизации на 48 килогерц и выберем поменьше каналов, например 10. Они все равно не понадобятся. Теперь нажимаем Start ACO и выбираем наш драйвер от звуковой карты, в моем случае Stainberg, чтобы инициализировать все устройства. После этого движок ACO Link можно сразу останавливать и закрыть приложение Link Pro Tool. Теперь заходим в устройство звука в Windows и проверяем, что у нас добавилось по 16 виртуальных устройств записи и воспроизведения. Заходим в их свойства и проверяем, что здесь установлена частота дискретизации в 48 килогерц. Если не установлена, выбираем вручную. Желательно во всех устройствах. После этого из всех 32 устройств записи и воспроизведения можно оставить только одно устройство ввода Mix 01. Все остальные можно отключить через меню правой кнопки мыши, чтобы не мешались впоследствии. Также удобно скрыть здесь отключенное устройство, чтобы тоже не мешались. Все, здесь закончили, теперь устанавливаем пакет ReaPlugins. Если вы работаете в Reaper, пакет ReaPlugins все равно нужно поставить, так как комплектные плагины из Reaper нельзя заставить работать в OBS. Идем на офсайт, ссылка в описании. Берем пакет под нужную вам версию операционной системы, это по идее должна быть Windows 64. Качаем и устанавливаем. При установке можете оставить только один плагин ReaStream, но я иногда пользуюсь и шумодавом, и компрессором, так что оставлю себе все. Очень важно! Обязательно оставьте путь для установки плагинов по умолчанию, иначе потом замучитесь искать эти плагины. Но об этом позже. Можете пока скопировать путь установки на всякий случай. После установки идем в нашу DAW и проверяем, что все установилось корректно. В настройках аудио должен появиться драйвер ASIO Link Pro. Выбирать его здесь не нужно. Здесь должен быть выбран родной драйвер от вашей аудиокарты. Behringer, Scarlett или кто у вас там, у меня вот Steinberg. Проверяем частоту дискретизации 48. Сохраняем. Теперь идем в плагины и ищем здесь ReaStream. Если у вас Reaper, должно появиться два плагина. Если не Reaper — один. Нам нужен тот, который с пометкой ReaPlugins. Определить его можно по виду индикатора сигнала. Выглядит вот так. Если этого плагина в вашей DAW нет, зайдите в настройки плагинов и пропишите путь до папки с установленными плагинами. Это тот, который мы копировали, когда ставили пакет ReaPlugins. Так вот, плагин ReaStream нужно установить на мастер-шину. Если в вашей DAW нет мастер-шины или нет возможности повесить на нее плагин, создайте отдельную шину и отправьте на нее сигналы со всех дорожек и других шин. Но что-то я таких DAW не припомню. В Reaper я вообще предпочитаю вешать этот плагин на мониторный канал. Таким образом, плагин будет работать в любом открытом проекте, а это удобно. Reaper это вообще удобно, но о вкусах не спорят. С DAW закончили, теперь запускаем OBS и открываем настройки. Вкладка «Аудио», проверяем дискретизацию, 48, порядок. Выбираем в строке «Микрофон, дополнительное устройство Аудио 2», устройство «Микс-01». Аудио с рабочего стола по умолчанию. Микрофон, дополнительное устройство Аудио тоже по умолчанию. Это будет непосредственно ваша аудиокарта, так как именно ее мы выбирали по умолчанию на этапе подготовки. Применить — ОК. Теперь в окне «Микшер Аудио» у вас должно быть три фейдера. «Мик АУКС», «Мик АУКС-2» и устройство воспроизведения по умолчанию. Каждый из них можно переименовать, выключить, наложить эффекты и так далее. Но нас сейчас интересует именно «Мик АУКС-2». Заходим в его фильтры и добавляем здесь плагин «ВСТ-2Х». Если до этого вы все сделали правильно, то здесь можно будет выбрать в выпадающем списке наш чудесный плагин «Reastream Standalone». Выбираем, нажимаем «Открыть интерфейс плагина». На всякий случай можно проверить, что индикатор в этом плагине выглядит точно так же, как в том плагине, который вы поставили в DAW. Теперь, когда оба плагина добавлены и в DAW и в OBS, осталось их настроить. В обоих плагинах нужно прописать одинаковый идентификатор. Я у себя использую название «Stream», но это может быть любой набор букв. Хотя для надежности назовите точно так же. Оба плагина должны быть включены галкой «Enabled». Плагин в OBS должен остаться в режиме «Receive Audio-Midi», то есть он будет принимать звук. Плагин в DAW должен быть переведен в режим «Send Audio-Midi», то есть он будет звук отправлять. Для отправки звука должен быть выбран IP-адрес. В нашем случае, когда и отправляющий, и принимающий плагины открыты на одном и том же компьютере, здесь в Reaper'е нужно выбрать параметр Local Broadcast. Ну и собственно все. Ровно в тот момент, когда вы закончили последнюю настройку, весь сигнал из DAW должен спокойно отправляться в OBS. Можете закинуть любой аудиофайл на дорожку и проверить. Обратите внимание, в большинстве DAW клик идет не на мастер-шину, так что куда бы вы не закинули плагин в DAW, клик в OBS отправляться скорее всего не будет. Что по идее логично, так как на стриме чаще всего клик нужен только у вас в наушниках, а не в эфире. Так что кликом плагин не проверяйте. Включите микрофон или гитару, например, или положите аудиофайл на дорожку. Теперь немного нюансов. Если вы повесили плагин в DAW на мастер-канал, а не в мониторную линию, то при открытии нового проекта звук в OBS идти перестанет. Можете сделать себе пресет, хот-кей или еще что-то, но это уже нюансы конкретной доу. Дальше. В OBS, как мы помним, помимо дорожки MIG AUX 2 есть еще устройство воспроизведения и устройство записи по умолчанию. Это, собственно, ваша WDM-среда. Микрофон будет слышно на записи вне зависимости от того, включили вы DAW или нет. Так что если вы пишете звук микрофона через DAW, в OBS этот канал с микрофоном, можно замьютить. То же самое и с устройством воспроизведения. Если вам нужно посмотреть видос на ютубе, так чтобы его не слышал на вашем эфире зритель, можете замьютить устройство воспроизведения в OBS. Еще один важный аспект – моно и стерео для микрофона. OBS по умолчанию воспринимает устройство записи как стереоустройство. Если у вас микрофон подключен в первый вход аудиокарты, то в OBS на устройстве записи он будет звучать только в левом канале. Чтобы так не было, зайдите в расширенные настройки и выставите здесь моно. Тогда микрофон на записи будет слышно в обоих наушниках. Но это, опять же, не про ASIO. Дальше. Поскольку все аудиоустройства выбраны в настройках, а они добавлены на сцену в OBS, вы можете легко переключать сцены. Звук при этом в эфире будет оставаться одним и тем же. Если нужно переключать звук вместе с переключением сцен, отключите звуковые устройства в настройках и добавьте их отдельно на каждую сцену. Но не забудьте, что в таком случае для каждого нового устройства, которое должно принимать сигнал из DAW, вы должны заново установить плагин Reastream и заново его настроить. И, как обычно, задача посложнее для искушенных. Как вы могли догадаться, с помощью данного способа не получится вывести звук из DAW в Skype, например. Skype ведь не умеет работать с VST-плагинами. Но недавно я наткнулся на описание интересной механики с использованием Reastream и двух DAW. Я оставлю ссылку на ролик в описании, будет, так сказать, материал для самостоятельного изучения. Ну а если вы нашли полезным данное видео, это прекрасный повод поставить лайк, подписаться на канал, включить уведомления и оставить отзыв в комментариях. Для самых заинтересованных, как всегда, в описании под видео. Есть ссылки на всевозможные способы поддержки данного канала, буду вам очень признателен. Ну а пока не забывайте творить музыку. И всем добра!